Здарова ребят, с вами Илья, это Игра День и мы продолжаем искать интересные мобильные игры. Сегодня мы посмотрим на симулятор бога на наши с вами мобилки и плюс я поделюсь ссылочками на эту классную игрушку. В общем, го лайки, пишите комментарии, чтобы попасть в следующий выпуск и мы начинаем. Поехали! Игра называется Religion Inc и это весьма качественный и интересный симулятор под наши с вами смартфоны. В общем, если вы любите стратегии, при этом стратегии необычные, то сегодня, думаю, выпуск вам точно понравится. Перед нами симулятор создания религии в популярном жанре, а именно стратегия. Здесь вы постараетесь объединить весь мир единой верой и поверьте, это будет непросто. Поначалу мы выбираем вид нашей веры, а также уровень сложности и, конечно же, начнем с самых простых режимов. Далее, конечно же, будет все усложняться по мере прохождения и таким образом игра становится интереснее. Тут сразу скажу, смысл в том, чтобы пройти игру за все архетипы и тут много всего. Нам доступен монотеизм, спиритуализм, пантеон, шаманизм, язычество и многое другое. В общем, доступно более шести древних религий в этой игре и на самом деле это весьма интересно. Здесь мы выбираем точку, откуда начинаем свое развитие и далее стараемся просветить весь мир. Для этого мы используем различные развития в трех направлениях и давайте расскажу о каждом понемногу. Тут есть направление проповедования и здесь мы будем создавать храмы, приюты, святые писания и все в этом духе. В общем, тут мы постараемся распространить религию благодаря переводу уже на новые территории и все в этом духе. Далее нам будет доступен второй раздел, а именно особенности, где мы уже будем создавать библиотеки, учить священнослужителей и все в этом духе. Ну и третий раздел это вмешательство, где мы постараемся просто максимально быстро распространить нашу религию по миру. Таким образом, мы должны выработать тактику, чтобы все сделать максимально корректно и чтобы люди пошли за нашей верой. Также в игре, само собой, есть противостояние, а именно атеизм и это реакция жителей на строгость нашей религии. И атеизм, конечно же, тоже будет развиваться от разных факторов. Тут, допустим, будут влиять достижения в науке и прочее, и мы постараемся этому противостоять. В итоге победа достигается, если весь мир будет посвящен нашей религии, и это будет непросто, но от этого и интересно. Таким образом, геймплей тут очень простой, тут больше нужно думать головой, и этим игра лично меня зацепила. Здесь мы не торопясь собираем игровые очки, развиваем разные направления и смотрим, что из этого получилось. В общем, советую вам тоже игру опробовать, проверить свои силы, на самом деле это весьма интересно, посмотри, как все устроено, и, по-моему, это очень интересный формат. Также советую вам заценить, в общем-то, игру на разных платформах, она доступна как на Android, на iOS, так же и в Steam, и ссылки я, конечно же, оставлю в описании. Ну и, ребят, давайте на самом деле устроим движуху и оставим отзыв в магазине приложений по данной игре, допустим, в том же Google Play, и я потом посмотрю эти отзывы. В общем, пишите отзыв по игре, что игру скачали от меня, что она вам понравилась, например, и самые лучшие отзывы я покажу в следующем выпуске, а также вы от меня получите сигны, будет мега интересно. Ну а так, ребят, заканчиваем на сегодня, и скоро вновь увидимся, так что будем на связи, до встречи, пока.